Всем привет! С вами BadPolygon и это серия уроков из курса Mixer Fundamentals. Автор урока – Джордж Пауэрс. На русский язык переведено и озвучено BadPolygon. А ссылку на англоязычный плейлист от автора я оставлю в описании этого видео. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Также включите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых уроках. Ссылки на мой канал, Telegram и страницу Facebook я также оставлю в описании этого видео. Присоединяйтесь! Привет! Это Джордж Пауэрс с Quixel. Сегодня мы продолжим изучать миксер и сформируем маск стек, использовав в нем модификатор Posterize. Итак, приступим. Формальное описание модификатора Posterize состоит в том, что он включает преобразование непрерывной градации тона в несколько областей с меньшим количеством тонов. Проще говоря, этот модификатор примет градацию вашей маски и придаст ей эффект ступенчатости, основанный на количестве шагов, которые вы применяете в модификаторе. Например, количество шагов, равное двум, даст вам только черно-белую маску, созданную на основе ближайших базовых значений. Однако, по мере того, как мы поднимаем ступеньки вверх, мы видим, что мы начинаем возвращать градиент. Я использовал Posterize несколькими способами, но чаще всего я использую его, чтобы придать ассетам стилизованный рельефный вид, особенно ассеты, которые уже фотореалистичны, такие как с Megascan. Итак, вот этот деревянный столб, но высокочастотная детализация текстуры – это слишком много для этого проекта, над которым я работаю. Так что давайте посмотрим, сможем ли мы сделать его немного более стилизованным, используя Curvature и Posterize. Мы активируем сплошной слой над базовым слоем, что даст нам темно-коричневый цвет. Первое, что я сделаю – это отключу Displacement, а затем скорректирую Blur Underling. Чем выше размытие, тем больше удаляется базовая карта нормалей модели. В этом случае я хочу размыть некоторые из более мелких деталей карты нормалей, но оставить более крупные, поэтому установка ползунка на 4, кажется, хорошей золотой серединой. Следующий слой – это стандартный сплошной слой, и мы продолжим и добавим Mask Stack. Поскольку Posterize является модификатором, нам нужны данные маски, чтобы его можно было изменить. Итак, мы продолжим и сначала добавим Component Curvature. Для этого мы просто подправим Levels, и всё. Теперь, если мы добавим Posterize, мы сразу же получим несколько крутых эффектов. Я думаю, что в этом случае подойдет 4, а затем мы просто добавим Gaussian Blur с очень низкой силой, чтобы немного смягчить края. И, наконец, для этого слоя добавим Gradient Remap, и немного потянем ползунки диапазона. Отлично, давайте включим следующий слой, который является еще одним сплошным слоем с цветом альбедо по умолчанию. Мы установим режим наложения альбедо на Add, а затем уменьшим непрозрачность, чтобы она не была слишком интенсивной. Затем мы добавим Mask Stack, а затем добавим Component Curvature. Я хочу добавить это к некоторым краям. Итак, мы установим раскрывающийся список на Edge Only, а затем сдвиньте ползунок правого уровня вниз, чтобы получить красивые блики на этих краях. Затем мы можем добавить еще один модификатор Posterize и оставить счетчик шагов равным двум, что красиво сделает эти края четкими. Затем, как и раньше, мы добавляем немного размытия, чтобы немного смягчить эти края. Следующий слой придаст нам темноту в трещинах. Этот сплошной слой также является значением альбедо по умолчанию, за исключением того, что мы переключим режим наложения на Multiply, и затем немного уменьшим непрозрачность. Мы будем использовать очень похожую технику для маски, используя Component Curvature, но установив для него Cavities Only, а затем немного отрегулируйте уровни, прежде чем использовать модификатор Posterize с количеством шагов 3. И если мы вернемся в режим PBR, у нас есть несколько более темных деталей на этих трещинах. И наконец, для небольшого дополнительного символа мы активируем этот сплошной красный слой, у которого также умножена альбедо и уменьшена непрозрачность, а затем мы добавим модификатор Position Gradient. Затем еще один, идущий с противоположного направления, с режимом наложения, установленным на Add, чтобы придать ему немного направленного цвета на этой части. И вот оно. Если мы войдем в режим альбедо, нажав 2 на клавиатуре, мы сможем точно увидеть, что мы смогли сделать с помощью модификатора Posterize. Взять фатералистичный высокочастотный ресурс и быстро придать ему вид, который он больше подходит для стилизованного фантастического мира. Хотя он имеет только одну настройку, модификатор Posterize действительно может преобразовывать ваши текстуры во что-то совершенно другое. Я надеюсь, что это видео помогло вам лучше понять, как им пользоваться. Большое спасибо за то, что нашли время посмотреть это видео. Увидимся в следующий раз.